Ох, ребятки, честно говоря, не знаю, чем это все закончится, но мы с Фиделем едем на море. Такое, думаю, поеду туда, где солнце, тепло. Мы остановились около какой-то деревни. Побегать немножко по полю и пообщаться с местными жителями. Очень хочется пообщаться с деревенскими, знаете, вот мы городские, не всегда можем с ними найти общий язык. Го-И-Си, пахарь православный, низкий поклон вам до землицы русской святой. Паки-паки, Ижа Серафима. Ой, бог помощь, бог помощь. Ничего не понимают. Ну и я языками не владею, что тут скажешь? Ской застарелую, остязательно, обязательная. Мы проехали почти 10 часов и почти не останавливались с Фиделем. Вот он бегает, теперь счастливый. Но здесь не остановиться не могли. Это Каменск, Шахтинский город в Ростовской области. И сделать вот так обязательно нужно. И я вот прохожу сейчас мимо вот этого офигенского байка и вспоминаю, что у меня есть фотка на нем. А фотки этой, ну, лет пять, наверное, уже. Вот на этой штуке тоже можно сфотаться. Да, Фидель, ты будешь сфотаться? Я, конечно, понимаю, что это незаконно. Пожалуйста, не рассказывайте никому о том, что я сделал. Но я вот еду с Фиделем на коленях, потому что он, бедняга, весь уже дрожит. Не может уснуть. Он уже 12 часов просто стоит. Он не ложится, он просто стоит. И вот пришел ко мне сюда. Рэп-это семейное. Вам, наверное, всем интересно, чего я вообще поехал в Анапу. И, наверное, настало время раскрыть тайну. У меня в Анапе живет дочь. Вот она, Арина. Да, как и у многих, курортный роман. Закрутилась, завертелась. И вот осталась здесь дочка. Ну, расскажи, как ты тут живешь? Чем ты занимаешься? Танцами. Танцуешь? Да. У меня было только одно второе место, остальное первое. Одно второе? Это очень плохо, Арина. Это прям позор. Я... Все, это не больше не моя дочь, я ухожу. Второе место. Что это за отстой? Второе место. Здравствуйте. Здравствуйте. Телеканал Анапский Вестник. Можно вам пару вопросов задать? Вы приехали отдыхать? Мы местные. Местные, да? А вот анапчане, вот вы как их адресуете? Какие люди? Общительные? Добрые, общительные. Такие вот любят поболтать друг с другом, да? Спасибо большое. Спасибо большое. Вот у нас в Москве очень много машин. Настолько много, что даже невозможно. Ой, ужас, в этой Москве вашей был один раз? Да. А когда вы были? Одни... Одни бомжи кругом. Нет. Одни бомжи, одна грязь. Ну я на вокзале только был. Нет, сейчас нет. На Казанском. Вышел, посмотрел, не понравилось, мне уехал обратно. А ну еще, Казанский вокзал, я тоже раз проезжала. Знаете, мне тоже там не понравилось на этом вокзале. Ну ладно, хорошего отдыха вам. Свободной лыжни, как говорится. Порячков ждете? Нет. Уже не ждете? Нет. Правильно. Знаете, что-то вот шутить никакого нет настроения. Просто хочется погулять, море, вздыхать, камушки побросать. Смотрите, не обгорите. Да нет. Кремом намазались? Нет, я сижу спиной, так что. А, ну спиной тогда не обгорите, точно. А это местная знаменитость. Степан Аркадьевич, который каждый день играет здесь на баяне. Степан Аркадьевич, здравствуйте. Александр. Александр. Извините. Как вы к приезжим относитесь? Вот достали они, едут сюда и едут к нам. Может быть запретить им сюда приезжать? В смысле, эти самые? Ну, отдыхающие вот эти понаедут. Отдыхающие? А как же отдыхающие? Ну, то и так моря мало для местных, а что они приезжают? Да, ну как что? Нет? Вы не согласны? А вы откуда приехали? С Москвы. А, с Москвы. Ну, приезжайте еще. Мы любим москвичей очень. Приезжайте обязательно. Продолжайте, продолжайте, пожалуйста. У вас еще три подхода. По 50 раз. Приезжаете специально позаниматься? Не, мы в санаторий в Русь. Ой, осторожно. Зацепите. Ничего нового купим. Богатые вы там, да, у себя в станице? Да, у меня все делаю. Конечно. Ну, пенсию получаю. Большую? Нормально. Я в колхозе на тракторе 25 лет работала в колхозе. А, ну, видно у вас похватки, в принципе, что вы на тракторе. Да. Так что вот эти все клеветники, которые говорят, что пенсионеры в России плохо живут, вот замолчите, пожалуйста. Вот вам, пожалуйста, да? Да, да. А они бесплатно, москвичи ездят, все бесплатно. Ой, москвичи вообще эти зажрались там у себя. Может, не пускать сюда москвичей? Как вам такая идея? Они же наши. Все равно наши, да? Выглядишь. Так, я даже за вами не успеваю. Вы так энергично работаете. Как за руку. Да, да, как на тракторе. Вот это вот трудяги. Не то, что это молодежь. Ну, что, вот сел на велосипед и едет непонятно куда. Уверенней, уверенней давайте. Сильнее, сильнее. Норму надо выполнять. Что же вы сюда, отдыхать, что ли, приехали? Давайте, давайте, работайте. То есть ты живешь в Анапе и не знаешь гимн Анапы? Нет. Давай вместе выучим. А напоследок я скажу. Напоследок я скажу. Все, весь гимн. Ну что, возвращаемся в Москву. Небольшой отпуск наш закончился. Гаишники меня остановили. Даже не знаю, буду ли я делать из этого вот такую-то серию. Потому что ничего особенного ведь не произошло. Ну, посмотрим. Все прекрасно подводится, Сергеич. А вы еще и врачом подрабатываете? Нет, врачом я не подрабатываю. Мои функциональные обязанности, вы посмотрите правила, откройте, посчитайте. Что водителю запрещается делать в утомленном и болезненном состоянии управлять. Ну как, нормально выгляжу? Ну, вы выглядите чуть-чуть уставше. Давление не беспокоит. Ну, рано встал просто, нет, все хорошо. Счастливые пути. Спасибо вам большое. Такие вот заботливые краснодарские ДПСники. Ну, что я делал в Анапе? Ну, конечно, не ради того, чтобы по набережной прогуляции не видел. Я навещал бабушку, виделся с друзьями, с родными, близкими. Ну, вы, конечно, можете спросить, а почему мы их не увидели? Где они? Ну, знаете, я считаю, что все-таки личное должно оставаться личным. И не надо... Сейчас, секунду. Да, моя радость. Да, мне тоже вчера было хорошо. Спасибо. Жан, подожди секунду. Ребят, увидимся. Оставляйте комментарии, лайки, подписывайтесь. Все, как всегда. Пока. Да, Андрюх.